Вчера были на форуме московском экономическом, на очень интересной секции. Она называлась «Что первично? Кризис духовный или кризис экономический?». Я так думаю, что кризис все-таки у нас духовный первичный, ибо дух творит в себе формы, а экономика и калькулятор только лишь подсчитывают убытки от падения, от каких-то духовных начал. Вообще проблема в нашей стране заключается, как мне кажется, в том, что у нас нет цели. У нас нет цели, и отсюда мы не чувствуем себя цельной нацией, потому что цель она скрепляет, она приводит к некому единодушию, единомыслию, она делает целесообразными все поступки каждого, от царя до псаря, от кесаря до слесаря. Поэтому здесь мы должны подумать, где для нас являются основы сегодня, опершись на которые мы могли бы двигаться вперед. И такой основой может стать заявление лидера нашего государства Владимира Путина на собрании Русского географического общества 7 ноября 2014 года о том, что высший смысл жизни есть любовь. Мне кажется, что это очень важное такое заявление. Почему? Потому что выше закона человеческого есть справедливость, выше справедливости есть милосердие, а выше милосердия есть любовь. Поэтому это и есть на самом деле сегодня высший смысл. Применительно к гражданскому обществу любовь — это служение. Какое? Жертвенное. Поэтому выше этой цели быть не может ничего. Еще нужно понимать, что наша страна, вся ее огромность была освоена как раз только за счет этого принципа служения, основополагающего принципа. И сегодня, как никогда, нам необходимо вернуть его. Вспомнить, кто такой государственный служащий, кто такой врач, кто такой учитель, кто такой священник, кто такой воин. То есть это все те сословия, коими была освоена вот эта вся огромность, которая предстает нашему вниманию на карте. Россию невозможно спрятать никуда, как ни крути глобус. Эта огромность освоена именно духом. Духом и готовностью жертвовать ради ближних. Нужно заметить, что палитра народов и народностей, исторически связавших свою судьбу с Россией, она была сохранена. 193 национальности, живущих сегодня на территории России. Важное доказательство того, что русский мир все-таки веротерпимый. И питательный раствор русской культуры, он, вбирая в себя иную культуру, сам обогащается, но и ее сохраняет. И вот это многонациональное единство наряду с армией и флотом тоже является нашим очень верным и надежным союзником. Я так думаю, что сегодня мы должны вспомнить фразу, сказанную Дмитрием Ивановичем Менделеевым о народосбережении и сделать это собственной стратегией.